Друзья, всем привет! Находимся в Невской спортивной школе, школе Олимпийского резерва номер 1 Невского района. Сегодня здесь проходит соревнование по прыжкам в высоту, Невская высота. Николай Иванович, недавно мы с Вами встречались на соревнованиях Невская высота. Наступил Новый год и снова соревнования Невская высота. Люблю этот вид легкой атлетики, сам прыгал 20 лет лишним. Что у нас сегодня нового? Я смотрю, сегодня много детей. Сегодня у нас очень много детей. Давайте мы вот так встанем, чтобы было видно. Сейчас очень много детей, по заявке более 200 человек. Помимо соревнований, сегодня в Невской спортивной школе проходит антидопинговый семинар Русада для молодых спортсменов. Туда мы тоже заглянем обязательно. На уроке они осудят основные ценности спорта, что важно, что необходимо знать, что такое антидопинговая политика, что такое процедура допинг-контроля и какое понятие допинга, как оно характеризуется и какой его смысл. Вот я для себя узнал, оказывается, при каждой федерации созданы подобные отделы, которые занимаются такой вот профилактикой применения топинга среди молодых спортсменов. Мы побороли этот недуг. Кто бы что ни говорил. Это серьезная работа. Большая, серьезная работа. И от двери, вот отсюда, от этой точки, ускоряйтесь. Ты движешь от табло, от табло максимально, как бы скорость, с коротким шагом. И вот это отталкивание, вот это очень важно. Всегда классно, когда есть возможность подслушать, подслушать тренерскую установку, емкую, короткую и лаконично. Класс. Здравствуйте. Ну, у вас сегодня опять потрясающий костюм. Все. Нервно очень. Почему нервно? Ну, они маленькие такие, хочется, чтобы у них все получилось. Ну, с вашим опытом. Неужели вы еще нервничаете на соревнованиях? Конечно, больше, чем когда сама прыгала. Какие у вас костюмы, замечательные, да? Да. Я смотрю, тренеры не расслабляются во время соревнований. Нет, тренеры постоянно в напряжении. Очень напряжены, нужно внимание обращать на два сектора. А может, вам сходить на лекцию по антидокингу и там расслабиться немножко? Чуть-чуть. А знаешь почему? Потому что опять сбросила левую ногу. Так все сбросило голову. Понимаете, я от пиратов не плакать будем. Ну, все. Кроме. Почему не получилось? Что? Какая шипа была? Ну, сейчас было чуть-чуть близковато, и она на третьей попытке сбросила маховую ногу. То есть надо махом подержать себя, чтобы чем дольше маховая нога идет вверх, тем выше поднимешься. А она начала подниматься и в момент перехода планки дернула ногой. Таз отработал назад, и поэтому... То есть она, ну, пропытка-то берущаяся. Чуть-чуть надо было побороться. Ну, это ее личный рекорд, поэтому нормально. Ну, ты опять начинаешь бояться. Тренер говорит, опять начинаешь бояться. Опять начинаешь бояться. Я волосиками закатила. У меня волосиками... Вы тренер, да? Я? Нет, я папа. А вы папа? Я тоже, я высоту прыгал, да. Вы прыгали? Да. Можете нам рассказать. Я смотрю со стороны, я не специалист. Да. Такое впечатление, что вот чувство вот полета у кого-то есть, у кого-то и нет. Да. У меня у ребенка есть чувство полета, есть чувство жизни, поэтому самое главное высотница, это как балет, понимаете? То есть это то, что ты можешь чувствовать себя в невесомости, выше, сильнее и быстрее, поэтому... Ну, кто-то, кто-то вот лежит, ну, как тумбочка такая. Тяжелый, да? Да, тяжелый. Ну, у кого-то есть, легкость у кого-то и нет, это стопа, это физика, все дети разные. Тут нужно раскрывать, нужно тренироваться. А это тренируется, это качество? Конечно. Или оно... Оно развивается, укрепление стопы. Какие-то есть вот факторы, вот уже в этом возрасте, можно сказать, что этот человек будет прыгать, бегать? Да, психология разная у детей. Надо дождаться, просто трудиться и все это быстрее. В какой момент это уже где-то специализацию уже можно найти? Ну, в лет 13 уже точно специализация идет. Поэтому сейчас пока ему вот текаем. Один с 12 лет, через год уже нужно конкретно поделяться. Либо это прыжки в длину, либо это спринт, либо это прыжки в высоту. Оооо, ну вот здесь прям уровень, здорово. Так, ну вот здесь есть чувство полета и чувство жизни. Награждение победителей и призеров традиционных соревнований «Невская высота» проводит директор спортивной школы Олимпийского резерва Невского района Егор Сергеевич Дротт. Награждается Сергей Федотов. Победитель Артем Мотовилов. Держи еще. Еще что будет. Держи еще. Субтитры создавал DimaTorzok Игорь Негода.